Кобзон Круглова Но семейная жизнь не заладилась Кобзон ревностно относился к успехам других, даже близких людей В паре начались размолвки, к тому же супруги часто были в разлуке, оба гастролировали Брак продержался всего три года Уже к концу отношений Вероника узнала, что носит под сердцем ребенка от мужа Она сообщила новость певцу, но встретила неожиданный отпор, как со стороны самого Кобзона, так и его матери Они настаивали на аборте, что и сделала Круглова Этот эпизод советская, знаменитость помнит до сих пор и называет ужасным Она даже сказала, что пережила клиническую смерть во время искусственных родов А врачи сказали, что есть риск остаться бесплодной Сейчас в личной жизни 80-летней Кругловой все хорошо После четырех неудачных браков она обрела счастье в пятом замужестве Живет в Сан-Франциско, у нее есть внук Это ее единственное интервью, больше о своих старых обидах и разочарованиях певица никому ничего не рассказывает и не планирует В минувшие выходные появилась информация о том, что эстрадному певцу Иосифу Кобзону планируют установить памятник в оружейном переулке, расположенном в Тверском районе столицы Ожидается, что из городского бюджета на это будет выделено около 52 миллионов рублей Накануне вдова артиста Нелли Кобзон прокомментировала новость По словам Нелли Михайловны, установить монумент было ее инициативой Несмотря на то, что Нелли Кобзон уже долго добивается установки памятника Лично с ней по этому поводу в последнее время никто не связывался Вы знаете, я это впервые слышу Планируется он уже три года, но пока ничего у меня нет Никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего Это я общаюсь по поводу установки памятника, хожу, как бы инициирую это Напомним, народный артист Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет От онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении многих лет На момент смерти у легенды советская эстрада была уже четвертая стадия рака Церемония прощения с Кобзоном состоялась 2 сентября 2018 года В концертном зале имени Чайковского в Москве На траурное мероприятие пришли больше 6000 человек В том числе звезды отечественного шоу-бизнеса, политические и общественные деятели Субтитры создавал DimaTorzok